Здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа. С вами Ультраст, Azure Lane. Сегодня 1 июля 2019 года. На англоязычных серверах по Azure Lane обновился DataCore Shop. И, по-моему, это хороший повод снять видео, чтобы обсудить награды, которые здесь можно получить. Приступим. Откуда получается валюта, как его проще добывать и прочее в этом видео я обсуждать не стану. Наверное, стоит отдельно снимать или не снимать вообще, не знаю, посмотрим. Здесь я сконцентрируюсь только на самих наградах. В принципе, они делятся на два типа. Сменяемые и постоянные. Постоянные всегда можно купить. При обновлении DataCore Shop они останутся. В любом случае, они здесь будут продаваться. И особо упарываться, быстрее бежать их покупать не стоит. Можно иногда немного попридержать коней, покопить, что-нибудь купить более приоритетное, что является сменяемым, что исчезнет через месяц. Итак, приступим. К постоянным наградам относятся, в первую очередь, вот эта вот торпеда японская, кислородная, в простонародье известная как Дилде. Относятся сундуки различной степени, редкости. И когнитив-чипы, вот эти вот, нужны для того, чтобы апать корабль выше сотого уровня. В принципе, с прошлых вот этих вот замен осталась еще пушка, вот этот вот прототип 203 миллиметра. И Скайрокет, но все-таки я думаю, что рано или поздно их заменят. И не думаю, что они здесь навечно поселились. Итак, приступим к самому разбору. Касательно вот этой вот торпеды. Стоит ли она своих денег? Между прочим, на минуточку она стоит полторы тысячи. Правильный ответ стоит. Сами статы видите на экране, они очень хорошие. 100 торпедного стата. Перезарядочка. Ну, десятка, это такой, знаете, приятный бонус. Плюс очень высокая редкость. Ну, правда, из-за этого, судя по всему, ее усиливать будет дороже. Но она того стоит. Ее можно ставить, как видно, из вырезки из Википедии на эсминцы, на легкие, на тяжелые крейсера. А также можно на подводные лодки. То есть, область применения высокая. Польза высокая. На фармфлот ее хорошо, говорят, ставить на эсминцы, чтобы прям разрывать локации буквально. Прям моментально. Очень удобная вещь, очень хорошая. Но и стоит много. Но и с другой стороны, она никуда не денется, никуда не исчезнет. Поэтому особо спешить в нее не стоит. Но рано или поздно купить придется. Следующее. Ну, сундуки тут уж по желанию. Но, если честно, если мое мнение, то шанс получить из них годную вещь, он весьма низок. Поэтому лучше... Ну вот, например, из ежедневок часто выпадают. Или из более-менее высоких миров золотые сундуки спокойно выпадают. Фиолетовых на моем 60-м уровне. Вообще как грязи. Ну да, вот эти вот сундуки, которые радужные, они выпадают гораздо реже, но... Понимаете, с них золотых вещей. Золотых вещей довольно много. И шанс того, что она выпадет вам нормально, почти нету. То есть, просто забейте. Мне два раза попадался в руки этот сундук, и два раза мне попадал золотой кран в руки. Так что... А у меня ни одного корабля, который... ремонтный, у меня нету. То есть, фактически, я получил две бесполезных золотых вещи. Спасибо. Я не думаю, что я один такой единственный. Когнитивные чипы бесполезно покупать их здесь. На ивентах, за ежедневки, они гораздо проще добываются. Не думаю, что это хорошая трата вот этих вот дискеток. Вообще ни разу не хорошая. В принципе, тут еще с прошлого... с прошлой замены остался Скайрокет. Самолет. Не лучший самолет. Ну, перезаряжается он чуть-чуть быстрее, чем 155-й Мессершмитт, но... По статам он хуже. То есть, ни одной причины, по которой надо потратить 500-500 труднодобываемых монет на этот самолет нету. Вообще ни одной. Просто забейте. Касательно сменяемых. Ну, конечно же, стоит сначала обсудить, наверное, самую интересную вещь, которая спередается. Одна из двух самых интересных вещей. Это голдовый бронебойный снаряд. Тип 1. Что он может? Зачем он нужен? Он нужен для того, чтобы... Вот... Повысить... Основное орудие. Урон от него. Это очень круто. Меткость он повышает. Но, что гораздо важнее, он повышает урон, критический урон на 25%. То есть, если у вас есть линкор, а ставится он только на линкоры, если у вас есть линкор, который очень заточен на критический урон, то с помощью этой штуковины вы сможете прям очень сильно разогнать его урон. Стоит ли он своих денег? Этот снаряд однозначно их стоит. Следующая. Пушка, которая осталась с предыдущего, с предыдущей замены здесь. Прототип 203 мм. Сейчас я заменю картинку. Также известная, как Атаго Ганн. Честно говоря, с вводом прототипа сильно потеряла свою актуальность, учитывая, что она стоит 800 монет. Вот видно. 800 монет она стоит. Вот этих вот дискеток ни разу не выгодно. Она очень дорогая, и при этом не сказать, что сильно лучше там какой-нибудь голдовой или фиолетовой пушки, которую можно поставить на Атаго с фугасами. И определенно она хуже пушки, которую можно в исследованиях получить. Французская, которая на французский Сент-Луис вроде как должна ставиться. Вот. Она точно хуже ее можете сравнить характеристики, статы. То есть проще уже, наверное, как-то там упорываться в исследования, чем тратить свои заработанные честным способом дискетки на вот подобный способ, подобную пушку. Да, не лучшая идея. Что еще тут у нас есть интересного? С Форд Фиши. Самолетики. Самолетики с Форд Фиши. Сейчас я покажу картинку из Википедии. Ага, вот они. Отличный самолет. Торпедоносец. Голдовый. Чем он крут? А он крут своей обилкой. Согласно которой он по попавшей цели, ну, по цели, по которой попали торпеды, он ее замедляет на 60% на 8 секунд. То есть на минуточку у Арк Ройла есть скил, который делает то же самое, но с какой-то там небольшой вероятностью. А здесь у вас постоянно любой корабль будет попутно еще долбить способностью Арк Ройла с замедлением. То есть ПВП, боссы некоторые, но все-таки для ПВП, наверное, лучше подходит. Отличная вещь. Она стоит каждой вложенной в нее копейки прям вообще отлично и великолепно. Рекомендую. Рекомендую к покупке. Я ее буду копить. Постараюсь добыть добыть ее по ходу этого месяца. Что еще тут есть? Также у нас еще осталась вещица, которая называется Type 94AA. Сейчас я покажу ее. Она у меня куплена. И, честно говоря, она была куплена по ошибке. я пока готовился к видео. В общем, мискликнул и вот, пожалуйста, приобрел эту вещицу. Она бесполезна. Она стоит 300 этих дискет. И она бесполезна. Она хуже, чем радар. Вот, если вот посмотреть 22, 4, она хуже, чем радар. И... Ну, точности повышает. Ну, короче, 300 дискет она вот ни в одном глазу не стоит. Мда. Сочувствую ли я сам себе за то, что я ее купил? Да, пожалуй, это была ужасная идея, но это не идея. Вот уж мисклик, от него никто не застрахован. Будьте осторожны, так сказать. Мда. В принципе, данные... по данным вот вещам, которые здесь продаются в к воршопе. Я в данный момент на месяц июль 2019 года рассказал все. Конечно, наверное, вправе сами определять, как вам тратить вашу наличность в этой игре. Но я все-таки постарался как-то аргументированно помочь с выбором. Да. Если опять-таки тезис-то подвести итог видео, покупайте Type 1 Piercing Shell Swordfish 818 покупайте и покупайте торпеду. Все остальное не покупайте. В принципе, это все, что могу сказать. У меня все. Спасибо за внимание. Удачной игры. До скорых встреч.